Так долго и обстоятельно парламентарии не обсуждали, пожалуй, ни один законопроект. Согласования велись и в комитетах, и в кулуарах. Принятие закона означает очередное увеличение платы за жилье для липчан. Еще две недели назад выступление Александра Храбры, главного в регионе ПЖКХ, встречали глухой стеной недоверия, но сегодня все поменялось. Фракция ЛДПР сегодня будет голосовать за этот закон. Мы удовлетворены тем, что все-таки то, что сейчас Александр Викторович говорит, все эти предложения в этот закон подготовила фракция ЛДПР. Либерал-демократы уверяют, они добились того, что желающие смогут открыть спецсчет на ремонт своего дома, а не отдавать деньги в общую копилку. Их удовлетворили, больше говорить не о чем. Коммунисты СССР так быстро менять свою позицию отказались. Фракция КПРФ будет голосовать категорически против этого закона, потому что законом назвать его сложно. О чем мы говорили на комитете, что это 90-процентный дубляж жилищного кодекса. Мы до сих пор не услышали ответа, в чьи же руки попадет так называемый фонд капитального ремонта. То есть кто будет возглавлять регионального оператора. Голосов единорусов и примкнувших к ним либерал-демократов с лихвой хватило, чтобы теперь капитальный ремонт домов делать за счет средств жителей. Государство с себя эту заботу сложило. Хотелось бы, чтобы восприятие этого закона были довольны наши избиратели, чтобы он работал действительно на улучшение качества жизни людей. Сколько конкретно лепчанам придется платить, станет известно примерно через месяц. Сегодня называют ориентировочную сумму 5,5 рублей с квадратного метра квартиры. Утвердят список домов, которые отремонтируют в первую очередь уже к зиме. И ориентировочно в апреле горожанам будет уже не до смеха. Придет первый платеж за капитальный ремонт. Татьяна Ермишина, Вадим Гупанчук, ТВК Новости. Придет первый платеж за капитальный ремонт.